Девушки отдыхают Триста лет назад появился здесь этот крендель И такой, говорят, злющий был, что жил один на болоте А потом оказалось, что это никакое не болото, а повидло, причем волшебное Повидло это все должны были есть постоянно, иначе эффект со временем пропадает Повидло же оно, зараза, вкусное Остановиться невозможно, человек его ест, ест и в конце концов теряет человеческий облик А тут те же зомби, только счастливые Вместо мозгов повидло, все им видится прекрасным, со всем они соглашаются, всему радуются Такие любого правителя на руках носить будут Сегодня 21 мая 2022 года Восточный Казахстан, город Пусть-Каменок-Госк Это перекресток кругового движения Пяти направлений вообще Обычно в центре перекрестков кругового движения Всегда располагают какие-нибудь технические устройства Имитируя их под декорации, под всякие Вот сегодня я вам покажу несколько таких круговых перекрестков моего города На каждом из них есть это устройство, включенное в общую энергосистему сбора нематериальной энергии Итак, это перекресток Пяти направлений Туда улица Виноградова Сюда правее 30-й гвардейской дивизии Прямо туда Карбышева Оттуда уходит Серегбаева И вот сюда она тоже, это все Серегбаева Здесь пять направлений Вот этот дом Видите, да? Внутренний угол, он же пятый угол То есть он тоже играет роль Вверх уходит Показывает направление Энергии вверх И рядом эта энергетическая установка Называется декоративная скульптура, что ли Чайки, в общем, она называется Два автора там Здесь под этим перекрестком проходит старое русло Вот эти деревья Туда уходят в сторону Вертыша Здесь русло протоки Про нее я рассказывал уже То есть вот здесь вот Еще даже сейчас я покажу вам Есть вода Под этим перекрестком проходит вообще вода Речка Вот, можно увидеть Здесь иногда есть утки То есть это не канализация А это Изначально вообще вода Ну, конечно, бутылки тут валяются Вот, примерно так Это старое русло реки То есть вода Обязательный атрибут Для притяжения энергии Ну, мы пройдем сейчас к середине этой инсталляции Не взирая ни на что Я прошел сюда Здесь потом цветочки вот так посадят Будет красивая клумба Ну, я найду фотографии Каменный постамент Белый гранит Может, я ошибаюсь В середине типа яйцо Тоже из этого же гранита Ну, камнем усилили А сами эти птички Они Сварены Из металла А в глаза Вставлены Стеклоблоки Я так понимаю Старые Которые в банях Использовались Ну, яичко такое Отшлифованное Ну, вот это накопитель энергии Как конденсатор работает Круговое движение Что здесь происходит? Здесь всегда Ну, тут не особо на этом перекрестке Но Тут даже ночью иногда гоняют Всякие Лихачи Я попробую найти видео Я видел Снимали Вот с этой девятиэтажки Снимали Как ночью тут Развлекаются Вот видите, да? Пятый угол Направление вверх Энергия снимается Количество птичек здесь сколько? Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять штук Чайки Но цветочки я не топчу Здесь, потому что пока я их не вижу Это просто трава Их посадят, привезут Каждый год садят Посмотрю на наличие Может быть надписи каких-нибудь Но нету тут никаких надписей Вот такие стеклянные глаза Что там внутри можно было заложить Знают только те, кто это варил Этих чаек Вот этот дом Карбышева 22 девятиэтажный И вот этим вот Хоть и небольшим, но все равно Внутренним углом Он же пятый угол Да, вот этот угол Он собирает Тоже поток И направляет вверх Ну, круговые перекрестки Сами знаете Они такие наиболее Оживленные Нервные И опасные Много эмоций выделяется Ну, вот как-то так, друзья Пойду в ту сторону Пойду в ту сторону Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да ты их не знаешь Я пойду туда Вот как раз вдоль дороги Проходит Русло реки Комендантка Она называлась Впереди еще будет интересные вещи Куда идем? Прямо А почему прямо? Потому что в обход, во-первых, дольше А во-вторых, здесь обходить нечего Остается прямо Логично Я продолжаю идти по улице Серегбаева Справа получается Вот такая конструкция Очень древняя Ну это какая-то развязка Трансформаторная, электрическая Сверху она интересно выглядит Главное, не как круглая А как Какая-то многоугольная Это забор За ним Территория Бывшего строительно-дорожного института Сейчас это Восточно-казахстанский государственный Технический университет Вот впереди Вот эти Общежития В зигзагообразной форме Ну или с внутренним углом Или с пятым углом Вот эта технология Она повсеместна Вот этих общежитий Она в любом городе Постсоветского пространства Вы ее увидите Я допустим Увидел такие дома В фильме Быкова Дурак Очень рекомендую всем Посмотреть этот фильм То есть Вот ты как раз На развязке Здесь развилка Налево-направо И ставится Вот такой дом Зигзагообразная форма Это Гасит он энергию Ну не гасит А он на себя ее принимает И с него И потом Снимается А вот здесь Слева Очень примечательная Такая заправка Ее не так давно Построили Сколько-то лет Ну у нее Сверху Я покажу вам форму Тут тоже Сплошные пятые углы А там дальше Через вот протоку Мнимую Которая когда-то была Вот Речка Комендантка За ней Еще один университет Уже гуманитарный Аббревиатуру Не помню То есть два университета Общага Это Вот эта штука Она Стоит на Как бы развилке На себя принимает Она Чтоб никуда не ушло Потом перенаправляет Дальше по дороге О! Вот такие энергетические потоки Проскальзывают Своими невероятными Эмоциями По этим проводам Ладно Я пошел вот так вот дальше Я поражен Друзья Этой надписи не было Просто я тут Очень часто хожу Ну то есть Я знаю Что тут Какие-то Цифры Да цифры Ну вот Допустим 10 892 Я Принципиального Кода не вижу Ну вот это вот Ерундистика сверху Она появилась Недавно Ну это наверное Вы все уже Замечаете Я замечаю Это сразу Вот В развязках В узлах Всегда рисуют Вот это Никто не может Объяснить Что это такое Кто-нибудь скажите Вот что это значит Ну кто-то же пишет Он же не один По всему миру Это пишет Вот еще кто-то Должен знать Это же группа Ну неужели Никто не может Вот это Прочитать Что здесь написано Я не понимаю Ну вот как-то так Для меня вот это Удивительно Этого не было Ну вот она Эта заправочка Оттуда мы пришли Угол девятиэтажки 22 Карбышева 22 Там Чайки Мы идем дальше Вот этот дом У него номер Один Дробь один Сюда направо Уходит Переулочек Это ВКГТУ Университет Большой Идем дальше Да Меня вот сейчас Осенило Один Дробь один И Девять этажей Девять Один Ты смотри Какой движ В смысле Движуха Ну Перемещение людей Туда сюда В выходные Короче Туза Вот Я решил зайти на территорию университета Вспомнить Как это было Там вот Куполообразная конструкция стоит Подойдем к ней Здесь нам предлагается Пройти подарочкой Над которой Одиннадцать Клумб Металлических Металлическая конструкция Возможно Даже подсветку на нее повешать Там зимой Будут под ними проходить Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать И таких вот Вдоль Вот этой дороги Получается Там Раз Два Три И вот Четыре Сорок Четыре Вот она Эта юрточка В принципе Эти купольные дома Они очень надежные Треугольные Вот эти все фермы Треугольные конструкции Треугольник вообще Я не знаю Бог геометрии Наверное Так бы можно было его называть Все на треугольниках Тригонометрия Все держится Ладно Пойдем дальше Ну интересно Вот Насчет этих арочек Я не ожидал Конечно Одиннадцать И четыре Штуки Это баня Что ли Я не понял Там Спариться Можно Точно Никого А Ну Суббота Потому что Что там Ритуалы Проводят По ночам Что ли В этой Купольной Конструкции Ну вот Она Четвертая Арочка Надеюсь Проходить Уже не надо Тут Вот Наш Университет Нам туда Туда Здесь Еще один Круговой Перекресток Вот Такие Интересные Фонарики Электричество Подсвечивает Путь Подсвечивает Нелегкий Путь Студента Переживания Перед экзаменами Во время Сессии Какие-то Может быть Любовные Переживания В общем Тут Такая Концентрация Вообще Вот в этом Университете С флагом Казахстана На Шпиле В котором Я тоже Учился Когда-то Когда он Еще был Строительный Дорожный Институт Понятно Да Сколько Тут Энергии Нематериальной Пси Энергии Вон Она Эта Штука Туда Пойдем Ради прикола Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять 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 Ну и Как неотъемлемая Часть Технология Внутреннего Пятого Угла В виде Девятиэтажного Дома Как в фильме Быкова Дурак Общага Тоже Ну Вот она Как раз На этом Перекрестке Возле Той Конструкции Которая Здесь Главный Съемник Идет Со студентов И вот Здесь Этот дом Это Общага Для студентов Ну Что такое Общага Это Вообще То же Самое Вторая Жизнь Эмоции Через Край Вообще Вот Она Кладезь Знаний И Молодых Талантов Фабрика Новых Звезд А здесь Эта Штучка Крутится По направлению Движения Против Часовой Стрелки Она Крутится Сейчас Мы туда Подойдем Здесь Остановочка Для студентов И Как раз Антенна Такая Отличная Вообще Сверху Вот Четыре Обруча Четыре Далее Стоек Вот этих Тоже Четыре В середине Стойки Идут Полудугой Их Четыре Штуки Все Это Я Подозреваю Наверное Нержавейка А можете Там Вот Потанин Его Лик Ну Ступенек Здесь Тоже Будет Четыре Если Вы Будете Считать Когда Будете Подниматься Получится Четыре Раз Два Три Четыре Итак Что же Тут Написано Владимир Петрович Потанин 1926 81 Годы Рождения Это Директор Вон Сверху Видно Умызе Видно Не видно Солнце Берили Ага У нас Один раз Был выброс Берилия Он не выводится Из организма Потом Гнить Все Начали Я это Помнил Берилию Из организма Не выводится Вот такое У нас Производство Умызе Ульбинский Металлургический Завод Вот Берилиевое Производство Здорово Ребята Спасибо Вам За гнойные Раны Которые Не заживали Так Что еще Машиностроение Загнулось Машиностроение Везде Далее Я Наперекор Иду Против Вот Она Крутится Туда А я Против Иду Я Не играю В их Правила Танталовое Производство Ага Вот это Наверное Из чугуна Вот эти Элементы Так Сюда Прервемся Что тут Написано Поехали Мемориальный Знак Выполнен И установлен Коллективом УМЗ Ульбинского Металлургического Завода На средства Работников Завода Не понял А где Государство Это Когда Было 2002 Год Не так Давно 20 лет Назад Уже Не было Государства Что Акционерное А Ну это Не государственное Не вникал Я Памятник Истории И культуры Охраняется Государством Ага Вот показываю Четыре Стойки Четыре И Вот это Гранитом Черным Выложенная Она В виде Полудуги То есть Я лично Вижу сразу Что улавливает Вот с этой дороги Направление Вот отсюда Улавливается Вот эта Дорога Втыкается Вот в эту Полудугу Ну к примеру Ну вот электричество Подключено Крутится И еще Нужно По моему Что то Какая то Что то Там Как он умер Вообще Этот Потанин И вот В честь него Улица Вон в ту сторону По ней Мы и пойдем Дальше Там еще одно Круговое движение Будет Перекресток Кругового движения Ну что тут Ну вот Так можно Еще увидеть Лавочки Смотрите Три А урны Две Три Два Ну она часто Встречается Три Два Ну вот Как то так Получается Четыре Дуги Сверху Четыре Обруча Четыре Дугообразных Стойки Ну ступенек Основных Тоже Четыре Здесь Три Два Там Впереди Университет Ну вот За кустами Ну и вот Эти Девятиэтажки Тоже Видите Да Пятый Угол Есть Ага И вон там Еще одна Ну они вдоль Набережной Натыканы Ладно Пойдем вон туда По той улице По Потанино Да и вот Сейчас уже Когда отходил Обернулся И заметил Что рядом Еще высоковольтная Стоит на той стороне Дороги Ну вот Электричество Прям Работает В этой системе И сбора Вот этой Неэлектрической Энергии Продолжаем Нашу прогулку Друзья У нас 30 градусов Жары Сегодня 21 мая Вот он Закручивается По движению Собирает На себя С него Можно подключиться Как это К разъему К USB И снять Каким образом Ну может Встают В середину Там Какой-то Проводит Ритуал Как Нахлобучит Его Ну то есть Это Получит То что Надо В общем Мы добрались Еще до Одного Перекрестка Кругового Движения Это Площадь Ушанова В центре Из красного Мрамора Обелиск Якову Ушанову Ну это Изначально Некротическая Привязка Так как Он был Сожжен В топки Парохода В топки парохода В Восемнадцатом Году Оттуда Мы пришли Слева Туда Еще Уходит Улица Проспект Основной Этот Энергосъемник Был основным Был основным Вообще Энергию Свою Переживание Отдавать В первый Свадебный День свадьбы Нужно ездить Обязательно По каким-то Там Негласным Местам В общем Смысл Такой Пешеходного Перехода Не стало Когда его Не стало Бог его знает Но теперь Вот так По правилам Дорожного Движения К этому Обелиску Не подойти Нигде Нету Пешеходного Перехода И светофора По кругу Можно ходить И не пройдешь Но я пройду Мы туда Попадем Дорогу Мне спрыснули Водичкой Можно идти Ну вот Я Перешел Эту дорогу Сюда Ходил я Зимой Сюда Как-то Тоже Ну я Прочитаю Что там Написано По этому Поводу Ступенек Четыре Ну и Тропинки Такие По две С каждой Стороны С четырех Сторон Восемь Получается Ну вот Такой он Я все Хочу Посчитать Из скольки Блоков Он сделан О Опять Вороны Что-то С этими Воронами Смотрим Так Смотрим Так Ну здесь солнце Прям светит Ладно Я подойду Вот так Чтобы перекрыло Прочитаем Первому Председателю Усть-Каменогорского Софтдепа Якову Васильевичу Ушанову Так Здесь Три Четыре Три Три Два Вот так буду Делать Проекцию Потом составлю Сколько же блоков Ага Два Три 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 Два Два на три Короче Они сделаны Один ряд Два Другой ряд Три Советская Власть Есть Путь К Социализму Найденный Массами Трудящихся И потому Верный И потому Непобедимый Владимир Ильич Ленин Серп и молот Ну вот тут такие вот Блоки Заявлено Что он Выполнен Из красного Мрамора Ну возможно Да Вот это Мрамор Именно А внизу Гранит Авторы Монумента Скульптор Огнев Архитектор Душкин 1973 год Так С этой стороны Снизу Получается Три Четыре Три Три Два И с лицевой стороны Еще посмотрю Заходить Не буду На него А с лицевой стороны Просто по одной Идет Раз Два Три Четыре Пять Все Теперь я их дома Сосчитаю Эти блоки Ну это просто Невероятно Фантастическая Вообще Панорама Этого места Запечатлю я Этот обелиск Я потом сзади Его издалека Вам покажу Какие ассоциации Возникают С этим обелиском Вот с этого Ракурса Хорошо видно Как похож на гроб Этот обелиск Сушанову Вот здесь Был пешеходный переход И дальше Вот эта аллея Она потом Продолжается Через мост И дальше идет Теперь по этой аллее Если пойдешь По незнанию То ты придешь В тупик И чтобы сойти С этой аллеи Придется возвращаться Вот сюда Вот до этого места Обратно А она метров Наверное Двести Минимум 300 Это аллея Лавочки там На ней Ну вот Посередине Вот этот справа Дом Кстати Номер 11 Все Пешеходный переход Убрали Сюда подхода Нету Я перешел Я перешел Нарушая правила Дорожного движения Ну мне не сможет Ни один милиционер Объясните А как сюда вообще попасть Ну никак Вон там кстати Будка милицейская стоит Полицейская Милицейская Надсмотрщики Я хотел к ним зайти И На запись Спросить А как вообще сюда попасть Ну вот Мы подошли К развязке Здесь получается Заканчивается Эта аллея Вот этой аркой Был когда-то Пешеходный переход Теперь нету Тупик Разворот здесь По дороге идет Сделали Переход Воздушный Сверху Раз Два Да Три сектора За ним Вон виднеется Дворец спорта Имени Бориса Александрова Это Хоккеист и тренер Команда Торпедово С Каменогорска По хоккею Вы должны про нее знать Вот Дворец Александров Его имени Дворец спорта Назвали Здесь Супермаркет Мы сейчас Перейдем через Пешеходный переход А сначала Я на этой стороне Покажу Там одну Тоже штучку Где-то вот С другой стороны Пешеходный переход Здесь остановка Автобусная Вот он Дворец спорта Туда мы подойдем Организованное потребление Повидло в пищу Началось всего две недели назад Но уже сейчас 99,8% Жителей 39-го царства Полностью перешли на Повидло А это с другой стороны Остановки Тут уже мост Через реку Ульба Здесь кафе Оно было давно Стария Переходное От радости К ликованию Наступление эйфории Ожидается самое позднее К концу недели После чего Должен начаться Массовый переход В так называемое Искомое состояние А пицца Ну и тут Как всегда Каменное зодчество Оно нужно Подойдем Вон к той Скульптуре И вот это Вот гранитное Они строят Что-то хотят Поставить Этого я тоже Не видел Это для меня Новость Вот этот Гранитный Постамент Для меня Новость Ну просто Очень интересно А что такое Так называемое Искомое состояние Узнаете Скоро Сами Что они хотели Сказать Этим Подиумом Я пока Не понимаю Что-то Закрыли Им Какие-то Люки Что-то Тут Происходит Внутри Пицца Блюс Это река Ульба А вот к этому Аксакалу Подойдем Сейчас Я же когда послушал Он так и сказал Эйфория А потом Искомое состояние А вот что такое Искомое состояние А вот оно Полюбуйся Полная потеря Человеческого облика Ты в таком состоянии Что не прихожи Они все сделают Скульптура Это называется Декоративное Сооружение Охота На каменной горочке Она И на перекрестке На довольно таки Значимом Перекрестке Сейчас мы ее обойдем Я покажу Все это как бы Центр вообще считается Практически города Но вообще Центр на другой стороне реки Вот эта штука справа С телевизором Дугой В форме дуги И вверх идет Вот этот джелоб Вот Это очень важная вещь К ней электричество Подключено По телевизору Там транслируется А вот этот джелоб Он Ловит энергетический поток Вот с этой улицы А улица Это вот вдоль реки И вот так вот Она идет Идет И туда придет К этому К Потанину К крутящемуся Где 444 Возле института Вот Оттуда Это приходит Вот здесь Перенаправляется Этой штукой А там Ловится Напрямую И вверх Отправляется Сходу Ну Чтоб не уходило Никуда А также Этот экран Перенаправляет Вот по мосту Сейчас по мосту Пройдем Через Ульбу И там дальше Все взаимосвязано Кстати Вот так вот Вот как Ульба Впадает В Иртыш В ту сторону И вот так вот Вверх По течению Ульбы Вот так Если пойти То там будет Хасидская Синагога Я когда узнал Что у нас В Искриногорске Есть Хасидская Ладно бы Просто Сионистская Ну Хасидская Синагога То есть Это направление Определенное Хасиды В нашей Тьму Таракани Есть Хасидская Синагога Я потом Отдельно Туда схожу Но я уже Сверху Посмотрел Я конечно Был впечатлен Одной только Конструкцией Ну да ладно Не об этом Посмотрим На композицию Охота Солнце нам В глаза светит Мы с этой стороны Зайдем Все время Пытаются Вот Повыше Поставить На каменные Ну что Тут такого В ней Можно увидеть Аксакал Там С беркутом Или с кем Он На коне И собака Четыре Их Тут Этих Четыре Живых Души Птица Человек Конь И пес Все Все Показывает Направление Туда Куда Туда Ну туда На этот Самый На гроб Сушановым Он показывает Сверху Рисуем Так Вот Показывает Куда Вот Показывает Сюда Ну да На площадь Ушанова Он показывает Как пить Дать Прямо На этот Показывает На гроб Сушановым Я уверен В этом Просто Уверен Сейчас Вот с этой стороны Еще глянем Так Чтоб Понять Направление Чтоб Потом Сверху Посмотреть Ага Да Туда Все Как-то Так Прогуляемся Вот На эту Сторон Я вам Проведу Экскурсию По этому Металлическому Порталу Который Также Является Проводником Металлическому 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 Вот этот угол, вот этот угол он как раз посередине, ну и как обычно, да, никуда не денешься, ой-ой-ой, Хоть одну бы понять, что это пишет, знаки свои, демонюни. Вот по этой аллее тыкается в обелиск Ушанова, поток проходит через арку, через вот этот сегмент, который углом идет пятым. Дальше он перенаправляется вот сюда, вот на эту штуку с телевизора, к ней мы сейчас подойдем. Здесь напрямую сделали вход в торговую зону. Смайлик там висит. Проспект Абая, тоже интересное местечко. Вон там вдалеке слева шар есть, такой аддон, я его снимал. А это трубы завода, ОМЗ, кстати, вот этот директор Потанин. В памяти, у кого стоит этот крутящийся нержавеющий обелиск возле института молодых талантов. Так, Борис Александров. Куда ты направил вектор своего удара? Куда-то туда уходит. Ага, на Байтирек уходит. Точно, Байтирек это конечная сегодня прогулочная станция нашей прогулки будет Байтирек, мини Байтирек, копия, копипаста на Астанинский Байтирек. Ну вот это уловитель явный, вот этот желоб, вот здесь вот он ловит и вверх направляет. А вот эта дуга, она принимает оттуда, от площади Ушанова, от гроба с Яковом. Яков. Сюда и направляет туда. А также ловит с этой улицы, где инсталляция охоты. Ну вот по этой улице, если мы пойдем, то придем к Хасидской синагоге. Но мы пойдем через мост. У нас сегодня другой путь. С той стороны моста экран возле Бориса Александровича. Большой здоровенный экран. Он там является точкой. И на этой стороне, вон впереди экран. С того на этот идет поток, вот этот вот перераспределяет. Вот на этот экран ловится. А также как раз вот пятый угол. На экран. Здесь чтоб никуда не уходило, куда-куда не надо. Все улавливается вот на этом, так сказать, перекрестке. Хоть он и не круговой, но все равно. Здесь развязка идет. Энергетический узел. Творческий рай. Это моя жизнь. Так, оттуда мы пришли с моста. Здесь развилка. По тому направлению в другой раз сходим. Вот он этот телевизор. Параболический. Там один и здесь другой. С двух сторон. Мы идем туда. Потом налево. Барбекю здесь. Торговый дом Император. Мы идем туда. Впереди направление проспект Победы. Его не было. Его сделали не так уж и давно. В этой дороге не было. Она упирается в главный энергосъемник. Вот этот черный. С зигзагообразными формами. С внутренними углами. Мустау называется. Он тоже играет роль. Построен недавно. Напротив него там будет стеклянная пирамида. Вот это высокое здание. Вообще это комплекс. Диагностический центр называется. Медицинская очень. Организация. И там есть пирамида стеклянная. Все это на проспекте Победы. Ну вот это старые дома вообще. Старый город. Здесь есть райончик. Там справа уходит. Просто старые домишки. Отдельная тема. Ну вот издалека. Видите читается 4 ниши. В девятиэтажном доме снизу 4 ниши. Четверка первая. Издалека. 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 каменного зодчества на перекрестках оживленных вот этот я не видел недавно поставили сейчас я посмотрю по тугис учебы это значило как она называется сверху две рыбы вижу сюда сова какая-то сидит что это такое вообще сейчас тугис покажет название а вот это даже человек сверху на голове у него две рыбы боже мой это лошадь вижу а вот это вообще лошадь боже мой вот эта фантазия хвост а из-под хвоста вылазит человек из лошади а на голове у человека рыбы да это феноменально вообще сейчас посмотрим что это просто декоративное сооружение нет названия в тугисе вот тут еще лицо возле морда лошади сверху лицо какое-то свернутая голова какая-то больная фантазия лошадь все смешалось кони люди как говорится ага отныне мир будет принадлежать нам но это диагностический центр со стороны вот проспекта победы вот видите да выступает внутренний угол и напротив вот этому стал тоже как раз у него такая же технология использована здесь поток туда-сюда перенаправляется как это переменный ток плюс-минус меняется с частотой с определенных а вот здесь на крыше стоит стеклянная пирамида наверно отсюда я будет не видно надо на ту сторону перейти да я так и сделаю в принципе вот на барбеку сверху тоже на этом здании пирамидальная идет конструкция стеклянная пирамида ведь отказ от курения пусть к улучшению здоровья организма спешим курению нет разорим производителя сигарет в казахстане в 2021 году от курения умерли более 20 тысяч человек я бросил курить а вам слабо поменяй свое прокуренное прошлое на сладкое будущее если честно я в шоке когда я слышу такое качественные рекламы официальные огурцы всесказочного песенного конкурса а это извините что было реклама мне же надо как-то жить ну и здесь среди этих зданий также находится корпус университета косу ну вот с этого ракурса видно эту стеклянную пирамиду на диагностическом центре окошечки в виде вогнутого угла сюда напротив мустау тоже вот они эти уголочки я прям в поток встал ну я не эмоционирую чтобы не отдавать я могу только забрать вот она пирамида стеклянная появилась тоже недавно все так появляется вообще мгновенно и незаметно ее не было это пирамида но здесь страдания боль ну да символично змея на чаши пирамида приветствует королеву все готово о королеву дальше вот здание такое кубической формы в виде черного куба бизнес-центр какой там бизнес в этом центре поклонение черному кубу сатурна сатурн бог который ел своих детей вот что-то типа того и вот здесь вот есть такое каменное кольцо я на ту сторону перейду я примерно понимаю куда оно смотрит прям конкретно кубическая форма вот здесь вот за деревом одноэтажное древнее здание музей попасть бы туда в подвал луч направлен на зигзагообразные формы центра мустау видно да так отлично в другую сторону посмотрим ну я примерно знаю там на банком направляется РБК банк на угол дома смотрит по сути вот этого девятиэтажного дома вот этот банк пристройка ей присвоили адрес 11 дробь 1 это 13 дом девятиэтажка стоматология и кольцо каменное направляется от мустау от пятых углов сюда на 11 дробь 1 в принципе я не удивлюсь если вот у этого филиала РБК банка и у торгового комплекса мустау окажется один хозяин тогда вообще все сойдется но я это проверять не буду оно мне не надо в принципе не в этом ну вот получается мы и подошли практически к главному энергонакопителю нашего города он виднеется впереди представляет собой мини копию Байтирек который находится в Астане здесь маленький поставили его на перекрестке кругового движения мы подойдем к нему ближе там вон виднеется три буквы АДК это большой торговый комплекс и вот эта арка она в форме развернутого тессеракта это четвертое измерение вот это портал через него направление идет я потом покажу тоже куда здесь справа стоят девятиэтажные дома тоже видите в какой форме они с технологией внутреннего угла один, два, три штуки их вон третий тоже у ловителя они красный кирпич ну идем дальше к этому Байтиреку ну что вот он наш главный энергонакопительный конденсатор на круговом перекрестке под названием Байтирек вокруг него 13 танцующих женщин в казахских национальных костюмах сзади торговый дом АДК в который чтобы зайти нужно пройти через вот этот портал через развернутый тессеракт через эту арку луч направления уходит на смотровую площадку который находится на горе но я покажу проведу этот луч 5 направлений здесь тоже у нас в основном по 5 везде пентакли эти туда мост через артыш ну мы поднимемся на него чуть-чуть покажу я но пока что вот так обойдем с другой стороны посередине идет семейка оленя здесь вот тоже используется угол внутренний обязательно на перекрестке это основная штучка тут тоже фигура какого-то льва исковеркованного или кто это но тех на той стороне мы посмотрим вот так придется идти до пешеходного перехода это получается здание национального банка и там со стороны перекрестка кругового внутренний угол заляпали ну вот они эти красавцы стоят смотрят они на здание национального банка тут еще вот этот лев не лев ну и байтирек этот торговый комплекс очень огромная ДК я в него заходить не буду и мне это не надо однажды мы хотели с дочкой зайти посмотреть игрушки в период так называемой пландемии сказали без масок не пустим мы развернулись и ушли мы идем туда где маски не требуют и все остальное ну вот эта арочка через которую непременно приходится проходить для того чтобы зайти в этот гигантский торговый комплекс ну на нем сверху еще там какая-то купольная конструкция есть надо посмотреть говорят изнутри ее видно но я туда не буду ходить вот это направление через эту арку оно я вам покажу сверху оно приходит к церкви вообще ну в церковь мы тоже сходим ну что здесь здесь частенько происходят аварии накал эмоций страстей ну что же мы на мосту Иртыш здесь тоже довольно таки интересно прямо рядом со всем этим местом с Байтиреком здесь внизу тоже разные каменные инсталляции свадебный салон и там дальше по набережной мы прогуляемся когда-нибудь в следующий раз там очень много скульптур каменного зодчества а вон на горе написано Казахстан смотровая площадка я вам ее покажу я вам ее покажу и вот от нее через вот этот портал проходит прямой луч туда в ту сторону и приходит он в церкви которая находится в районе стрелка ну туда тоже как-нибудь отдельно сходим я говорю материалы непочатый край это в каждом городе есть просто когда это уже начинаешь как говорится вкуривать ты это видишь вообще как дважды два просто что куда и как и зачем ну вот отсюда на вскидку можно посмотреть вот видите параболическая штучка она принимает тоже своего рода энергию прогулочные катера у нас тут любовные парочки там обелиск ну а вот так дальше по набережной много каменных штучек всяких вон на той стороне виднеется мечеть каменный конденсатор о котором я делал отдельно ролик и там же парк ссылка будет сверху обязательно посмотрите ну а на сегодня друзья мои все ну смысл всего повествования какой самые такие оживленные перекрестки это перекрестки кругового движения вообще в городах и внутри всегда такого перекрестка обязательно ставится какая-нибудь конструкция металлическая каменная она играет роль конденсатора накопителя психоэмоциональной энергии она разного направления есть гавах это когда переживания страдания а есть другая позитивная эмоция там адреналин когда горцуют по этим круговым круговым перекресткам лихачин допустим они же не гавах выделяют адреналин эйфория другого рода немного ну плюс-минус все все это идут основные накопители перенаправители ну можно отследить эту систему кстати вот этот вход портальный сверху полукруглая площадочка и у нее швелера внизу направляющие 11 штук как раз 11 но вот этот портал не просто так такие в общем дела ребята чуть-чуть отдохнул я на лавочке ну говорят еще в основном как ой а чем не поможет эта информация да ничем она тебе не поможет вообще в принципе если ты такие вопросы задаешь осведомлен значит вооружен вот ну я не хожу вот в такие допустим магазины поэтому я не отдаю свою энергию отдавать энергию нужно на природе не там где настроены техногенные установки а естественно в естественных местах силы в горах на воде в лесу ну как то примерно так на этом точно все серый кому ты это все рассказываешь да ты их не знаешь по-русски но у в в в в в в в Субтитры подогнал «Симон»